Всем привет! Сегодня мы будем жрать очень вкусную рыбку. Ой, только не моего, Дельфинчка. А жрать мы будем вот такую мелкую корышку. Вот такая мелкая корышка. А для этого нам понадобится мука, соль и растительное масло. Выступим! Высыпаем в пакет муку и соль. Закрываем пакет и трутим его. Добавляем к муке рыбку. Закрываем пакет и снова трутим его. Наша рыбка уже запанировалась. Далее нам нужна тарелка диаметром чуть-чуть меньше сковороды, чтобы можно было ее вставить в сковороду. Кладем красивую рыбку на тарелку. Вот такая у нас получилась красивая тарелка. Деда будет ее жарить. Стасяныч вам не сказал, предварительно перед подготовкой всего этого рыбка была очень тщательно промыта под проточной водой. Головы и внутренности не удаляем, так как она настолько мелкая, что их вообще не будет ощущаться. В корышке нереально это удалить в такой рыбке. Вот дошли до такого момента. Дальше все очень просто. Нам нужна сковорода и наша тарелочка. Что мы делаем? Накрываем сковородой и переворачиваем. Убираем тарелку и получаем вот такой пласт рыбки. Отправляем на плиту и заливаем растительным маслом. Добавляем растительное масло по всей поверхности. Жарим на среднем огне весь пласт рыбы минут 10-12. Уже видно, что снизу рыбка зазолотилась. Вот она. Теперь нам нужно ее перевернуть. Для этого снова накрываем тарелкой и переворачиваем нашу сковороду. Держим рукой тарелку. Не переживайте. Масла не было так много, чтобы вы ошпарились. Переворачиваем. Снимаем. Вот что у нас получилось. И выкладываем снова на тарелку, но уже на сковороду, но уже при помощи тарелки не переворачивая. Вот так у нас перевернулась рыбка. Жарим со второй стороны. Рыбка готова. Выкладываем ее на тарелочку. Наконец-то моя рыбка готова. Как же я ее ждал. Обожаю такую рыбку. Тебе вкусно? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова